В Германии на военной базе Рамштайн проходит 20-я встреча, на которой обсуждают вопросы обороны Украины. Для Киева приоритетом является предоставление систем ПВО и припасов к ним, а также ракет дальнего радиосодействия. Постоянным пунктом обсуждения остаются артиллерийские снаряды, в частности, калибра 155 мм, бронетехника и современная система РЭП. Более двух лет украинские силы боролись с агрессией Путина, с вызовом и умением. Россия заплатила ошеломляющую цену за имперские мечты Путина. Сейчас украинские войска сталкиваются с тяжелыми условиями и тяжелыми боями. А мирное население Украины терпит постоянные обстрелы российских ракет и иранских беспилотников. Но Украина не отступит, и США тоже. Наше сегодняшнее послание ясно. Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть неудачу. Эта коалиция не позволит поражения Украины, и свободный мир не допустит поражения Украины. На этот год мы уже выделили в общей сложности более 7 миллиардов евро. Как видите, помощь и поддержка со стороны Германии остаются неизменными и по-прежнему являются крупнейшими в Европе. Германия также анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро. Известно, что в него войдут 10 тысяч снарядов. Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что в нем не будет ракет «Таурус». Ранее на прошлой неделе было объявлено, что в рамках формата «Рамштайн» будет создана коалиция по поставкам Украине дальнобойной артиллерии. Об этом заявили канцлер Германии Шольц, президент Франции Макрон и премьер Польши Туск. Чего ждать от «Рамштайна» обсудим с консультантом Комитета Верховной Рады по обороне, экспертом Украинского института будущего Иваном Ступаком. Иван, приветствую вас. Наталья, здравствуйте. Спасибо, что приносили. Спасибо за включение. От этой юбилейной встречи в «Рамштайне» у украинцев большие ожидания, тем более, что возглавляет ее глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности приглашены министры обороны и военные чиновники из 50 стран. На чем прежде всего сосредоточиться? Скорее всего, это система противовоздушной обороны, потому что для нас это важно. Она заканчивается. У России ракет много, дронов много, и баллистических ракет, и крылатых ракет. Нам нужно этому противостоять. Поэтому, я думаю, в первую очередь будет вот этот разговор. Но, по большому счету, «Рамштайн» — это то немногое, что сейчас объединяет Соединенные Штаты Америки и Европу. Европейский Союз, НАТО, начинает свой дрейв самостоятельств во взрослую жизнь без США. Вот канцлер Германии Шольц, президент Франции Макрон и премьер-министр Польши Туск обсудили возможность создания новой коалиции средств реактивной артиллерии большой дальности в рамках формата «Рамштайн». Что это даст? Ну, смотрите, нам нужны средства поражения. То есть, средства поражения — это то, чем можно на дальнем расстоянии поражать противников, в частности, Российскую Федерацию. Дальнее расстояние — это больше 50-70 километров. Желательно 100, 160, 200, может быть, даже 300 километров. Такие технологии есть. Это не секрет, но нужно, чтобы их масштабировали, нужно их мультиплицировать, чтобы их было много. И решение о передаче Украины. В чем проблема большая? Есть большие переживания о том, что как только Украина получит средства поражения с радиусом 300 плюс километров или 500, то первым же делом ударит этими ракетами по третьему или второму садовому кольцу в Москве. Но нам это не нужно. Мы этим не занимаемся. Для нас той роли не играет никакой. То есть, все будет происходить исключительно в рамках оккупированных территорий Украины. Плюс, скорее всего, я не исключаю возможности удары по военным объектам Российской Федерации непосредственной близости от границ Украины на территории Российской Федерации. Иван, а что там будет с Крымским мостом? Мы часто слышим, что его планируют ликвидировать. Его планируют ликвидировать. Но, опять же, это не идея фикс. Мы должны всегда взвесить то количество ресурсов, которые мы приложим на его уничтожение. И то, что будет в конце. Какой результат. Российская Федерация сейчас активно строит на оккупированных территориях, вновь оккупированных территориях, железнодорожные сообщения, Таганрог, Ростов, могу ошибаться в последовательности, Мариуполь и дальше в Крым. То есть, это альтернатива. Они прекрасно понимают, что рано или поздно Крымский мост упадет или будет поврежден настолько сильно, что им нельзя будет пользоваться. Но, опять же, мы должны взвесить усилия, приложенные на уничтожение этого моста. И что мы получим в конце? Иван, а вот мы часто слышим заверения в поддержке Украине, но слова часто расходятся с делом. Туск это подчеркнул сегодня, заявив, что слов надо меньше, больше боеприпасов. И первые конкретные шаги последовали. В рамках чешской инициативы Украина получит 100 единиц бронетехники для пехоты, 100 единиц транспортной техники, 180 тысяч артиллерийских снарядов. Поставки из нового пакета начнутся в июне. А накануне Рамштайна в Бельгии анонсировали пакет военной помощи для Украины на 420 миллионов евро. Тем временем США остается открытым вопрос о финансировании военной помощи Украине более чем на 60 миллиардов долларов из-за споров в Конгрессе. Без нее Европа не справится, как вы думаете? Европа справится, но со временем. То есть мы видим, опять же, о чем я говорил, дрейф разделяется с Соединенные Штаты и НАТО, Европейский Союз. Раньше была какая-то ситуация. Десятилетиями Европа жила как за каменной стеной. Был даже такой термин. В случае проблем, call Americans, позвоните американцам. Они пришлют кавалерию, отправят авианосную группу в другой конец мирового океана. Что нужно разбомбят, что нужно захватят. И все будет хорошо. Сейчас на Соединенные Штаты рассчитывать не приходится. Поэтому Европейский Союз сам активизирует свое производство, вкладывает деньги в свою защиту. Плюс буквально месяц назад в Нижней Саксонии на предприятии Rheinmetall Олаф Шольц вместе с Борисом Писториусом заложили новое производство артиллерийских снарядов в размере 200 тысяч снарядов в год, к сожалению. Но с 2025 года в год. А нам такая цифра нужна в месяц. Но, тем не менее, закладки уже есть, уже есть потухи. И, конечно, хотим видеть результат, но он будет немножко в обозримом будущем. Ивана, вот вся эта помощь, которую я перечислила в вопросе, на какой период, на какое время хватит в Украине? Давайте так. Если 200 тысяч снарядов в месяц, то вот та сумма 800 тысяч, это на 4 месяца. Да, можно растянуть их чуть побольше. Но, что интересно, президент Чехии Петр Павел каким-то невероятным образом смог найти страны, в которых есть снаряды. И он говорит, мы можем еще взять. То есть общая цифра приходит к полутора миллионам снарядов. Это то, что Россия делала в жирные нулевые, в жирные десятые за год. То есть уже нашли. И опять же, чем я веду, что Петр Павел смог добрым словом, возможно, добрым словом и пистолетом сделать намного больше, чем США, которые обращались во многие страны мира, но во многих странах получали по разным причинам отказ. Но Петр Павел проявил свои просто исключительные дипломатические качества и нашел способ, как убедить отдельные страны продать эти снаряды. Помимо Рамштайна, Украина получит дополнительно 5 миллиардов евро через Европейский фонд мира. Такое решение согласовали министры иностранных дел стран ЕС. Деньги направят на закупку боеприпасов и обучение военных. Эта мера насколько эффективна? В чем нюанс? Раньше мы получали деньги исключительно из-за границы, в таких вот объемах, на мирные цели. Выплата зарплаты нашим пенсионерам, зарплаты чиновникам, социальные проекты. Но это нельзя было использовать на военные нужды. Здесь сейчас идет речь о военных нуждах. Ну давайте так, приблизительно. Вот то, что нашел Петр Павел, президент Чехии, снаряды, это ориентировочно 2,5 миллиарда евро. То есть мы должны понимать, насколько денег или насколько снарядов можно будет купить за эти деньги. Возможно, предполагаю, эти деньги и пойдут на закупку этих же боеприпасов. Или на закупку боеприпасов к авиации, которую мы ожидаем уже июнь-июль этого года. Иван, сегодня глава службы внешней разведки России Нарышкин заявил, что Франция уже готовит контингент для отправки в Украину. На начальном этапе он составит около двух тысяч военных. Есть ли у вас такие данные и каковы будут последствия? Мы ведь видели реакцию на заявление Макрона, который только обмолвился о целесообразности подобной меры. Ну смотрите, такая история есть, она проговаривается. Президент Зеленский сказал, что пока нам это не нужно, но категорически помощь отвергнута не была. Мое личное видение какое? Даже если это решение будет принято, французские военные не поедут на передовую. Ну давайте так, 2000 человек это не 20 тысяч, это не 200 тысяч. Мое видение такое, они поедут скорее всего на границу. Границу Одесская область и непризнанная Приднестровская республика. Украина и Республика Беларусь. И таким образом они смогут заменить наши пограничные войска, наших военных, которые находятся там, вынуждены растягивать наше внимание и на границу там, и здесь. И таким образом можем сконцентрироваться непосредственно на линии ведения боевых действий. А французские военные получат непревзойденный опыт, потому что, извините, это не Лафа, где-то там в Марселе, в Тулузе или в Лионе. Это реальная боевая ситуация, настоящие окопы, настоящие мины, настоящие вражеские беспилотники, которые находятся над твоей головой. Иван, хочу вас спросить о ситуации на фронте. Мы так понимаем, что наступление российских войск остановилось. Так ли это? Не совсем так. Смотрите, на отдельных направлениях действительно фиксируется остановка на 50-60% замедления. На отдельных направлениях продолжается наступление. Но даже там, где остановилось, замедлилось, наши военные говорят, мы не можем сказать, с чем это связано. То есть, два варианта. Либо выдохлись российские военные, как мы предполагали, середина-конец марта месяца. Либо Украина получила большое количество боеприпасов и смогла именно этим остановить потенциал российских военных. Ну, я думаю, в течение ближайших недель мы сможем понять, что из этого правда или, может быть, все вместе правда. Иван, огромное спасибо за то, что нашли время. Ответят на наши вопросы. До встречи.